Дорогие друзья, это проект «Испытано на себе» на телеканале «Якутия-24». И мы сегодня находимся на республиканском туристическом слёте юных туристов в школу безопасности 2024. Слёт будет проходить четыре дня, и сегодня вот первый день. Сегодня только заезд. Пойдемте посмотрим, познакомимся с участниками данного слёта. Интересная такая локация. Люди, получается, приехали сюда с разных районов нашей республики. И чтобы участвовать в туристическом слёте, в первую очередь они ставят здесь свои палаты. На первый взгляд, так посмотреть довольно много палатов. Ребят, привет. Вы сейчас... Сегодня только заезжаете, правильно? Да. А сами откуда приехали? Из Якутска. Сами из Якутска. Какая-то школа или объединение какое-то? Объединение. Как? Что за объединение? Тут это дворец детского творчества. Как? Тут это дворец детского творчества. А, дворец детского творчества. Замечательно. Ну и что, как настроить будете? Это же конкурс всё-таки, да? В первую очередь. Готовы? Да. Я смотрю, так хорошо поставили. Сами вставили, да, палаты? Да. Специально под шатром, да? Да. Чтобы тоже с ним отнеслись. Ну вы одна команда, да? Да. Нет, две. Старшую, средняя. А, здесь у вас средняя и старшая. А, здесь у вас средняя и старшая. А там находятся ребята... Вообще, кто же был? Другой устрем. Молодцы какие. Ладно, желаю вам удачи. Ещё увидимся. Мы здесь будем освещать вообще весь туристический слёт. Чем-то четырёх лет. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Очень интересные ребята приехали участвовать специально на данном туристическом слёте представители города Якутска. А теперь мы пойдём посмотрим другие команды. Не могли бы вы, пожалуйста, немножко рассказать о себе? Я так понимаю, вы команда, да? Да. А, и вы откуда сами? С Якутска. С Якутска. Ясно. А какой класс? Девятый и восьмый. Так, сразу. Так, девятый и десятый. Девятый. Девятый. Закончили. Девятый и восьмый классы. Ну, это одна команда, да? Одна команда. И, естественно, конечно, это наш первый опыт, да, в таком масштабе участия. И, конечно же, очень рады. Ну, и в целом, конечно, мы приехали за эмоциями, в первую очередь, чтобы взять опыт. Ну, ребята, конечно, настроены серьёзно. Они хотят прям победить. Победу. Ну, да, конечно. Да, конечно. Не главное участие, главное, что, ребята, победа. Замечательно. Отличный у вас настрой. Ясно. Ну, желаю вам удачи. Ещё увидимся. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Пойдёмте дальше смотреть другие локации. Здравствуйте. Мы из Мигна-Кангалатского уюта, село Паулос. Село Паулос. Да. Это школа, да? Да, это школа. Паулосская средняя школа. И команда тоже называется Паулос. Ну, замечательно. Чтоб сразу всё было понятно. Ну, а так у вас одна команда, и, в принципе, вы хорошо устроились здесь? Какие-то проблемы? Пока нет. Нет, всё хорошо. Ну да, молодцы. Желаем вам удачи. Ещё увидимся. Будем сотрудничать. Так, пойдёмте посмотрим. Там ещё есть другая группа. Сюда приехали ребята вот с Мигна-Кангалатского, да, с Павловской средней школы. Очень хорошо устроились. Сразу обозначили свои границы, поставили палатки. Очень замечательно расположены. А вот тут ещё другая команда. Чёрстники, Горное Усо. Горное Усо. Здесь специально приехали с Горного Усо сюда на туристический взлет? Да, право. А вы представляете, как школу, команду, ну, или какая-то команда, кружок? Да, школу представляю. Каптинский, СОЖ, Горного Усо. Ага. Мы только перемещаемся. Нам сказали, что за вот этой линией, мы не должны там находиться. А-а-а, понятно. То есть вы сейчас, у вас перемещение лагеря занимается. Ясно? Ну, желаем вам удачи, ещё увидимся. Будем снимать. Пойдёмте дальше. Видите, сюда даже с далёких Усо приезжают. К примеру, с Горного Усо специально приехали для участия в туристическом слёте, вот команда Среднеобразовательной школы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы являетесь в команде? Да. То есть откуда вы сами можете представиться? Мы с Алёпницкой. С Алёпницкой, с далёкого Алёпницкой. Специально приехали для участия на этом туристическом слёте. Да. А вы представители школы, кружка, как раздружества? Собрали команду. Собрали команду, да. То есть вы друзья знакомые? Просто сами собрали команду и залётесь. Ничего себе, такие молодцы. Замечательно. Ну, желаем вам удачи. Спасибо большое. Ещё увидимся. Будем освещать данное мероприятие на протяжении 3-4 дней. Ну, а вам желаем удачи. Спасибо. А вот, кстати, третью палатку несу. Вот, как уже ранее говорили, ребята перемещаются сейчас. Они изначально лагерь поставили за минерализованной полосой, но теперь вот перемещаются ко всем на территорию именно размещения туристического слёта. Всё, пойдёмте. Испытано на себе. Сегодня мы находимся на республиканском туристическом слёте юных туристов. И, Яна Николаевна, вы организатор. Да. Организатор данного мероприятия. Можете нам, пожалуйста, немножко рассказать вообще о самой сути, может быть, немного в истории данного мероприятия. Вообще республиканский слёт юных туристов проводится ещё с советских времён, а точнее с 55-го года. То есть на следующий год у нас будет большой юбилей. Будем тоже отмечать его с большим размахом. Всегда собирается очень много участников у нас. Традиционно с Мегин-Кангаласского, Мегинского улусов у нас бывают ребята. Ну и, конечно, с города Якутска. Я сама в детстве принимала участие в наслёте. И тогда, конечно, тоже даже делились на группы, было ещё больше команд. Но сейчас, конечно, очень большое внимание выделяется патриотическому воспитанию и туризму в частности. То есть сейчас у нас будет расширение программы дополнительного образования в плане пешеходных походов, походов выходного дня и так далее, изучения краеведения. То есть ребята у нас как раз-таки по всем этим этапам будут соревноваться. Замечательно. Ну а я сам тоже смогу попробовать пройти определённые полосы препятствий. Да, конечно. Завтра у нас будет пожарно-спасательная эстафета. То есть вы будете одеваться в боёвку пожарных. Будете проходить эстафету, как наши ребята. И также завтра спасательные работы на воде. Ребята будут на катамаранах преодолевать змейку упражнения и входить у ворота. Также будет условное спасение участника сальдины условной. То есть они должны его спасти и посадить на катамаранах завтра сегодня. Очень интересно. Такое прямо насыщенное мероприятие планируется. Замечательно. И мы в этом тоже будем принимать участие. Проект «Испытано на себе» телеканал «Якутия-24». Смотрите нас. «Испытано на себе». Организаторы, судейская коллегия и гости. Мы рады приветствовать вас на открытии республиканского слёта юных туристов Школы безопасности 2024. На поляну слёта приглашаются участники слёта. «Испытано на себе» «Испытано на себе». «В watched theidayfor coolers, известен пляжу». г-20 г-20 кон Nicholas архит г-20 кон cavalrynавии» «Испытано на себе», «На себе» «Как пять мальчиков. п smokes. Как 19, Simononds 37 летная г-20 кон fatigue дозрачный. Лето своё является到底 сумм kind, не елка 有 нескольплений. У меня зовут Анисима Сыргы. Моя агалас Павловс Кайтан. Моя агалас Павловс Кайтан. Я Рашубкина Полина, команда ДТТ. Участвую уже второй раз и мы с командой уже готовы победить. Мы команда ДТТ старшие, это объединение школ и мы победим. Мы победим. Мы победим. Конкретно в этом турслете мы участвуем первый год, но в предыдущих годах мы также участвовали в подобных мероприятиях и занимали призовые места. В этом году мы хотим попробовать себя в чем-то новом, открыть для себя новые горизонты и получить кучу эмоций. Ну что, дорогие друзья, мы сегодня познакомились со всеми командами, которые будут участвовать и принимать активное участие в туристическом слете. Будем их в дальнейшем еще снимать, смотреть за их эмоциями, впечатлениями, ну и вообще за достижениями. Ну а сегодня день уже подходит к концу и мы едем готовиться к завтрашнему дню. Завтра предстоит трудный день с большой туристической программой, ну и с сложными конкурсами. Испытано на себе. Дорогие друзья, мы находимся на втором этапе туристического слета. И сегодня вот проводятся пожарно-спасательные работы и ребята участвуют в конкурсе. Мы также будем наблюдать за каждой командой и смотреть, как ребята справляются на данном туристическом маршруте. Так, сейчас уже объявлено общее построение и скоро начнутся именно своими соревнованиями. Ребята уже прошли инструктаж, уже на себе померили одежду, попробовали поработать со шлангами. И сейчас после объявления команды старт начнется сам конкурс. Внимание, марш! Внимание, марш! Внимание, марш! Испытано на себе! Почему не очень? Ребята, как ощущения? Хорошие, хорошие! Справились, считаете? Все нормально? Позор какой-нибудь! Почему позор? Пожила. Ну не попадала. Были какие-то проблемы со шлангом? Какой был со шлангом? А, Элев! Да! С боевкой больше всего, на опору. Это просто было. Да, было просто. Ну там немножко затопили. Было легче. Левково, да? А что, в каком моменте затопили? Костюм с кранами. Алло? А что было? Руку подняли. Виталия же была? А, она же на стене. Да. Виталия. Виталия. Второй этап туристического слета. Результаты будут объявлены вечером. Ну а сейчас мы идем на следующий этап. Ну, сейчас мы находимся на одном из этапов сегодняшнего дня соревнований. Он называется поисково-спасательной работы на воде. Значит, у ребят задание следующее. Они должны одеть спасательные жилеты. Затем на озере спасти тонущего с помощью конца Александрова выброской. Они должны кинуть пострадавшему выброску точно в цель. Затем они садятся на катамаран и проходят этап ворота. То есть они змейкой проходят дистанцию между буйками. Затем от крайнего булка плывут условно ельдины. Условно ельдина – это лодка спасателей генерального спасательного отряда. У них там пострадавший. Условный человек на ельдине. Вернее, человек настоящий. На ельдина условная. Там они забирают пострадавшего и по короткому пути возвращаются на финиш. Выгружаются. Выносят катамаран. Затем берут спасательный круг. Он довольно тяжелый. Его сложно метать. И также метают его в сторону пострадавшего. А именно между первым и вторым буйком они должны в этот свор попасть. Тогда им защита. Три попытки. Если из трех попыток они в свор не попали – штраф, финиш, все свободны. Испытано на себе. Дорогие друзья, мы сейчас с Георгием, инструктором учебного центра БПВА будем проходить это испытание. В данный момент идет инструктаж команд. И во время этого инструктажа есть определенный промежуток времени, где мы можем, в принципе, попробовать пройти это испытание. Попробуем? Конечно. Пойдем. с удовольствием. Так, первый этап прошли. Теперь идем к льдине. Это у нас имитированный лед, на котором человек, которого необходимо спасти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, круг мне нужно забросить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мне необходимо докинуть «за»! Я, к сожалению, видимо, убил человека вместо того, чтобы спасти его. Может быть за веревку? 3.15, да? Ну, вам повезло, мы с боем-то. Да, ребята, я, в общем говоря, попробовал сейчас пройти это испытание. Первый этап, в принципе, все хорошо прошли, а вот с забросом круга у меня, к сожалению, не получилось. Это, видимо, нужна какая-то сноровка, ну и физическая сила, видимо, забрасывать правильно. Ну, будем учиться. Испытано на себе. Испытано на себе. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Мы надеемся, Раубай. Антон, это раз уже спасение. Это да? Катамаром. Конец Александрова. Конец Александрова. Конец бутылки. Антон, раз уже катамаром. В третьей попытке. Конец Александрова. Какие люди это делают? Они в upbringing. Индитор. Индитор. Индиотерапvia. Индиторы с другом, и получение финальных. Индитор пожалеешь. Индитор по самой курсе. Индитор поезд. В этом районе. Ахатамбарахпадахпыд. Ахатамбарахпыд. Ахатамбарахпыд. Триллян хэн каламкарппыд. Кускарппыд. Кого не баритай? Живух и мир. Это аргумаппыт, но это незаконно. У ленту падахпыд. Всем привет, мы команды из Павловска. Первый этап был очень развлекательным. Он нам очень понравился. Второй этап был очень интересным. И мы почувствовали себя пожарниками. Третий этап тоже был интересный. Некоторые попробовали гривсти только в первый раз. Но оно очень увлекательное и полезное. Сегодня мы подготовились к четвертому этапу. Всем желаем успеха. Пусть победит сильнейшая команда. Испытано на себе. На старт. Внимание, старт. К裡 mesmaitка бариотвиг bay. Приз Stacy Джился Цук Ой, стой, стой... Стой! Ребят. Прыно всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На данном мероприятии мы научимся вязать узлы И для этого нам поможет Петр Семенович Петр Семенович, здравствуйте Добрый день Я бы хотел научиться вязать актуальные узлы Ну то есть те узлы, которые можно будет использовать в поседневной жизни Ну то есть... В быту и так далее? Да, в быту, да Хорошо Тогда пойдемте к этапу, где ребята сдают нам вязку узлов, знания узлов Здесь, как видите, есть веревки, с помощью которых они выполняют додания Додания написаны здесь Например, здесь написано штык с двумя шлагами Вот они и получают и выполняют додания Здесь есть несколько узлов, которые мы используем вина чисто в туристском плане Чисто в страховке Но есть также узлы, которые часто используются... Можно использовать их в поседневной жизни, в быту и так далее Вот, например, один из них, это у нас, например, то, что уже не используется в туризме В качестве основного узла Но как вспомогательный используется Это у нас, например, узел удавка Вот, посмотрите Здесь он чем хорош? Здесь мы не создаем никаких узлов Мы просто переплетение И за счет того, что у нас идет, скажем так, увеличивается сила трения Вот, от дерева круглая У нас происходит удержание узла Он уже не развязывает И вот, например, я тяну Он никак не двигается Вот так мы можем закрепить Потом с той стороны закрепить на другое дерево И используем для того, чтобы сушить наши вещи Отцаревшие во время после дождя, в походе и так далее Вот Здесь он развязывается очень просто Никаких затяжек нет Мы просто отматываем обратно узелок Ну, то есть веревку отходового коня И все Ничего сложного нет А вот этот в конце узел, это страховочный? Да Для того, чтобы обматывать Чтобы он просто не выскользнул Вот, смотрите, например, здесь, да Чтобы, например, будет нагрузка большая Он начнет выскользовать И он здесь останавливается Вот Только для этого Как стопорный узел Очень легко и просто Да Это простой узелок Который обычно все умеют вязать Также, например, уже для спасения человека Для страха Для того, чтобы подстраховать его Когда, например, переходит через реку С таким бурным течением, да Или мы не знаем, какое там Какое дно может провалиться в ямку и так далее Мы пускаем человека Для поиска брода Или чтобы просто он перенес веревку на ту сторону Натянул перила И мы уже остальные могли Относительно безопасно Удерживать за этого перила Веревку перейти на ту сторону Для этого мы часто используем Именно узел булинь Вот он вяжется таким способом Вот, например, мы Например, здесь у нас длинная веревка Скажем так, да Идет Я должен перейти через реку Для того, чтобы обезопасить себя В этом плане Я вяжу булинь Вот я здесь делаю колышку Вытаскиваю петлю Продеваю ходовой конец Вот И затягиваю В этом случае у нас получается голландский вариант булиня Наиболее безопасный И потом я делаю здесь контрольный узел Чтобы он у меня не проскользнул Есть такой нюанс Здесь должен быть кулак Для того, чтобы петля вот эта сильно не сдавливала, да Чтобы я мог дышать В то же время, если будет больше кулака Например, вот здесь, да При рывке он может просто, я могу из него выскользнуть Вот Ну и, соответственно, узел идет под мышками И чтобы его удержать Часто еще бывает так, что этот конец делает длинным И перебрасывает И подтягивает Вот так держит Ну, в данном случае мы можем обойтись и без этого Вот И я начинаю переходить через реку А вы меня держите через бревно Вот так вот А, как бы рычаг? Да, вот таким Вот с этой стороны держите Например, у нас с кулом с той стороны Значит, вода стекает с той стороны, да И вот вы меня выпускаете Пластиклончику Я иду через реку Если меня собьет с ноги Вы просто удерживаете Меня в течении Обратно прибьет к берегу А, к берегу Я, то есть, меня не унесет куда-то Не побьет об камень и так далее Даже если я ударился Потерял сознание Меня прибьет к берегу Вы меня вытащите Вот А можете показать, пожалуйста Вот, к примеру, у меня есть моторная лодка И я вот швартуюсь на лодочной станции Подъезжаю И там вот есть, скажем Ну, князь и причал Да, просто причал И вот к причалу я вот нос лодки хочу завязать А как лучше вот завязать Ну, как правило Ну, в этом случае, например Я бы предложил вам томтух Это якутский вилл или калмыцкий Чем он хорош? Вот он, держит Когда вам надо чалить Вам просто Ага Все Замечательно То есть, его можно использовать Именно в качестве причального узла Есть даже еще один способ Ивенкийский узел называют На основе восьмерки Вот он Он затягивается Вот он Здесь я могу оставить Либо в таком виде Тогда он не быстросъемный А могу оставить Как в случае с том-то якутским узлом Да, вот в таком виде И вот я это Когда вот я причалил Он затягивается Как видите, да? Я потом дергаю Все Точно так Но здесь Очень часто у нас водники Испорт именно наш Именно Имиджевый Наш именно, скажем так Национальный узел Это томтуваи Вот он Все Держится Замечательно Мы его просто сдергиваем И все свободно И отчаливаем Спасибо большое Конечно, есть и другие специальные узлы Которые удержат многотонные корабли Спокойно Но мы их особо не изучаем Потому что мы не являемся мариманами Ну да, понятно Ладно, огромное спасибо Будем сейчас учиться вязать узлы Пожалуйста Так Через себя Здесь мы можем удлинить побольше Так, теперь делайте колышку Вот А вот Немножко Лучше на себе А, лучше на себе Да А потом уже вытаскиваем Вот так Ну-ка Сделай тебя Так На себя Ага Потом вот это вытаскиваем Полуперее петлю И пропускаем Ходовой конец Вот сюда А, сверху Да, сверху Вытаскиваете И вот теперь Подправишь немножко На себя Подтяните И вы начинаете Выбирать на себя Ну вот Смотрите Мы как регулируем А, вот это часть Чувствуете, да Что все нормально Здесь мы сделаем Петлю Ну, узел Чтобы удержал Чтобы она не бегала Потом пропускаете себя Вытаскиваете Вот так Так С этой стороны И вот мы Вот эту Часть Сейчас просто Вяжем Любым Любым Его задача Не держать Какую-то Ой Не держать Какую-то Нагрузку Да Просто-напросто Придерживать Чтобы ваша Вот эта Петля грудная Не упала Вниз Просто и все И вот вы сейчас Пойдете вниз А я вас буду Страховать Вот Здесь, конечно Мы сейчас Немножко Не так делаем Но мы Исходим С того Что мы Оказались В лесу Случайно С веревкой Да-да-да Вы идете Потихонечку Смотрите На склон Под собой Нет ли там Чего опасного Для вас Для тех Кто возможно Окажется Внизу Вот Да И у меня уклон Должен быть В сторону высоты Если вы говорите Мне Например Придержи меня Там Забей Набей Говорят Набей веревку Я просто Подтягиваю И вот этот К себе Себе выворачивать Получается У нас так Что Мы увеличиваем Площадь трения И за счет этого Я вас держу Вы можете Сейчас даже Попрыгать Куптаться Там Можно Вот я Откинулся Вообще Я лежу Ну вот То есть Система Действительно Работает Да Рабочая система В такой вот Системе Когда Теска Использует Только веревка Уже много Много Веков Испытано На себе Здравствуйте Мы Семья Филипповых С Олег Минского Района Сейчас В данный момент Находимся В местности Табагинский Мыс Здесь Проходит Республиканский Турслет Среди школьников Школы безопасности Мы привезли Команду Школьников Капитан команды Наш сын Валентин Мы До этого Принимали Участие В семейном Турслете Телепроекта Якутия 24 Он проводился В марте Месяце То есть Мы Принимали Участие В сезоне Зима Вообще Туризмом Мы занимаемся Второй год Нам это Очень понравилось Выезжая На мероприятие Республиканского Уровня Наша Семья Конечно Получила Такие Хорошие Навыки Новые Знания Умения Научились Как правильно Завязывать Узлы Узнали Очень много Видов Узлов Но я Лично Сама Ну и Эмоции Конечно У меня Вообще Хочется Значит Вообще Туризм Стал Частью Нашей Жизнедеятельности Вообще Хобби Можно так Сказать И хочется Конечно И планируется Планируем Развивать У себя В районе Мы С друзьями Сборной Лёгминска Прошли все Испытания Ждем результатов Очень много Мы научились Но К примеру Я лично Научился Правильно Пользоваться Планируем Ну а также В этих Наших Полевых Условиях Там были Белоки Как правильно Располагаться Узнали Но Оказание Некоторых И медицинской Помощи Есть Но Самый Этот Закрепилось Что Впервые Мы узнали Этап Это у нас Указатели Вертолетных Знаков Где Очень Заинтересовало Которые Тоже Может И Применит У себя В районе Вот такие Этапы Туризм Это очень Круто Занимайтесь Туризмом И мы Очень рады Что влились В эту Атмосферу Спасибо Большое Организаторам Испытано На себе Дорогие друзья Это проект Испытано На себе Телеканал Якутия 24 И мы Вот только что С туристического Слета Обучившись Определенным Методам Туризма Пытаемся Исполнить Это все В действии И поедем На ночной Ленской Гонке На сабе С хатасов До лодочной Станции Города Якутика Взял Весла В руки Сижу Вот На сабе И Еду В сторону Годочной Станции Пока получается Только сидя Стоять еще Не научился Но ничего Чуть попозже Попробую Дорогие друзья Выходим на Фарватер Ну практически Вот этот вот Судовой ход Куда катер пошел Едем вот На лодочную станцию Что все нормально Вот катер Только что прошел Мне необходимо Будет поставить Носом Лодку на волну То есть я свой саб Должен буду сейчас Развернуть Носом на волну Чтобы Ну была Малейшая вероятность Опрокидывания Только что прошли Волну В принципе Все хорошо Я немножко Передохнул Пропущу Вперед Остальные сабы Ну что друзья Отличный Вечер Замечательный Закат Настроение Просто огонь Я немножко Вот Грибу Потом отдыхаю Любуюсь Пейзажами На самом деле Это отличный Отдых И времяпровождение Но главное Главное полезно Для здоровья Потихонечку Вот Мы уже тут Небольшую команду Собрали Грубо говоря Плывем совместно Общаемся Потихонечку Все как Все как Настроение Отличное мероприятие Согласитесь Вот люди Вот люди Отдыхают Ну соревнуются И одновременно Отдыхают Некоторые из них Даже первый раз Так же как и я Но ничего страшного За нами Наблюдает Сужба спасения Республики Саха Вон они на моторной лодке Плывут Ну камера конечно не передает Немножко далековато Отлично идем Супер До встречи Закату Да Как настроение Отлично Не будешь с вами Не будешь Едяемся Вот ребята тоже На втором катамаране Пробыли только что Мимо меня Я вот сижу Немножко отдыхаю У всех настрой Просто супер Все Соревнуются Но при этом Отдыхают Круто Так я Чего-то комаров Тут много стало Пожалуй я Начну грибский А то отстаю Да и комары Меня что-то настигают Дорогие друзья Дорогие друзья Замечательное просто мероприятие Федерация туризма Спортивного туризма Республики Сахар-Якутия Сделала отличное мероприятие Покатушки Ну это Получается Ночная Ленская гонка Люди Вот на Байдарках На сабах На катамаранах Плывут с хатасов В сторону Города Якутска На 202 микрорайон Я вот Многих людей Уже остановил Поговорил Все Счастливы Всем все нравится Это вроде бы как Спортивное мероприятие Конкурс Но тем не менее Люди прямо Останавливаются Отдыхают Разговаривают И просто Наслаждаются Видами И жизни Ну и мы Также продолжаем Наше движение В сторону 202 микрорайона Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прехождение данной гонки Мы прошли за 2 часа 21 минуту Можно сказать, что 22 минуты Это 2 часа 22 минуты Замечательное время Пора загадывать желание Обязательно загадайте желание Оно у вас сбудется Я прошел этот этап За 2 часа 22 минуты Надо отметить Что я первый раз стою на сабе В принципе все получилось удачно Немножко подустали руки Ну и ноги затекают Надо сначала научиться Стоять на нем У меня Так как ноги затекли Встать пока не смог Но тем не менее Этап пройден Испытано на себе Телеканал Якутия 24 Смотрите нас Испытано на себе Субтитры сделал DimaTorzok